Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. Я сегодня хочу рассказать вам о том, что со мной происходило последние 6 дней, потому что это заслуживает внимания. В первую очередь я хочу поделиться своей историей о столкновении с Костромской управляющей компанией, которая содержит наш дом. Потому что то, что с нами случилось, это просто, ну, во-первых, это злоключение, это приключение, в то же время это удача, но и неудача в одном лице. Вы знаете, когда вот в одной точке сходится так много различных ситуаций, проблем, событий, и они несут вот одинаково как негативный смысл, так и позитивный. Ну, конечно, да. Короче, грубо говоря, сразу к делу. У нас прорвало магистраль с горячей водой на кухне. Прорвало просто, просто ни с того ни с сего. Это не наша вина. Вся ответственность за устранение, да и, в принципе, за саму аварию лежит на управляющей компании. Компания называется Remjolстрой. Это одна из самых, мне кажется, компаний с дурным авторитетом, с самыми ужасными отзывами. Для этого достаточно. И зайти на их сайт, который, к слову, не работает, например, ВКонтакте или просто в отзывы на Тугис. Либо узнать у своих соседей, что они вообще думают об этой компании. Ну, наши соседи нам всё рассказали, и мы поняли, что капец, что теперь делать, потому что, ну, реально полная жопа. Опущу детали того, как мы по щиколотку наслаждались уютный, мокрый баней хамам. И, вы знаете, вот, ребята, вот, ловите замечательный совет. Если у вас вдруг, я не советую вам, конечно, ни в коем случае не желаю, но всякое в жизни бывает, вдруг что-то потечёт, и вода будет прибывать, 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 вы берёте обычный совок, обыкновенный совок для уборки. Желательно, конечно, в четыре руки, ну, и ещё лучше в шесть рук всё это выгребать. Но вот совок, ведро или тазик, и вот совками реально очень классно орудовать. Это гораздо быстрее и эффективнее, нежели тряпка или даже просто. Я с тряпкой ужасно замучилась, потому что это реально был кроссфит. Аварийная служба приехала спустя 30-40 минут. Это довольно долго, учитывая, как быстро прибывала вода. Я вам отвечаю, воды было по щиколотку на кухне. Благо, у нас кухня неровная, поэтому вода плавно стекала в сторону балкона на кухне. В комнату ничего не протекло, немножко затронуло, конечно, прихожую. Но в целом и в общем только пострадала кухня, выкинули два ковра, немножко вздулся линолеум. Ну, обычные, типичные такие проблемы. Также мы залили соседа снизу, и вода протекла до самого первого этажа. То есть при выходе из подъезда была горячая вода, и она текла прямо на улице. Это была вода от нас, потому что авария случилась, собственно, на нашей части магистрали, где она вот у нас проходит. Соответственно, что делать дальше? Приехали сотрудники аварийной службы, достаточно оперативно и талантливо поставили хомут, заглушку вот эту вот временную, и они сказали, что этой заглушки на пару дней хватит. Потом пишите акт в вашу управляющую компанию, пусть присылают мастера и ремонтируют, меняют трубу, грубо говоря, всю. Обязательно составляйте акт, потому что это не ваша вина, это полностью и целиком лежит на плетях управляющей компании. И вина, и устранение последствий. Мы пришли в управляющую компанию, написали заявление, и нам сказали, ну, может быть, спустя две недели мы решим этот вопрос. Сначала должен прийти мастер, просто посмотреть, что там у вас, сделать какие-то выводы, и только потом мы пришлем, может быть, вам сантехника. Только спустя две недели. То есть эти две недели, да, не пару дней, как нам сказали аварийщики, нам нужно буквально жить у трубы, никуда не выходить. И это учитывая то, что я еще на удаленке, то есть, да, у меня еще животные. А вот представьте, если бы я работала в городе, если бы я ездила там в офис куда-то на нормальной, обычной работе, это что, мне брать отпуск, чтобы сидеть возле трубы? Складывается удивительное впечатление, ну, наверное, это как было в поликлинике Костромской, куда я тоже попала, что никому ничего не нужно, но при этом все все знают. Никому ничего не нужно, всем все до фени. Женщины, что там работают, все, что их интересует, я не знаю, обсуждать какие-то сплетни, сумочки платятся, а заниматься своими прямыми обязанностями, потому что если вы будете тянуть две недели или больше, ну, бахнет еще раз, зальем еще раз соседей, они подадут на вас в суд их, в лучшем, наверное, случае, они подадут на вас в суд. И вам же с этим потом разбираться, вам же отвечать перед вашим главным, которому тоже плевать на вас, на вашу работу, иначе я просто не знаю, как вообще обозвать то, что я увидела в этой совершенно абсолютно бюрократической, пофигистической, ленивой, медлительной организации, где работают сотрудницы с совершенно потухшими глазами. И слово там авария, и залило для них просто, ну, вот опять, опять нам мешают пить чай, или там обсуждать всякие дела насущные, наши типичные женские интересные темы. Вот. Что случилось дальше? Уже шестой день, друзья, уже шестой день, я тут как на иголках, я далеко не ухожу, гуляю с собаками не так долго, как бы мне хотелось. В магазин хожу и думаю, вот так, приду сейчас домой, а там собаки у меня плавают в кипятке. Вот. Ну, пока все более-менее. Сегодня приходил сантехник, осмотрел все и сказал, что ситуация настолько хреновая, что нужно ломать кухню, и даже стену ломать, и полностью менять трубу, и беспокоить соседей сверху также. И, в общем, ситуация совершенно на и неприятнейшая. Заниматься этим нужно. Просто, а кому еще? И вы спросите, а что вообще приличного, хорошего, замечательного, многообещающего в этой ситуации? Ну, хотя бы то, что сам, не знаю, бафомет торкнул меня приехать в отпуск именно в это время, потому что в этой квартире никто не живет. Сюда практически никто не приезжает, буквально на несколько дней там развеяться, погулять по костроме, и все. И то, что я приехала сюда так надолго, и вообще я была дома, это просто, ну, это удача, потому что если бы никого не было... Ну, фиг знает, когда бы соседи обнаружили протечку еще с учетом того, что соседа внизу не было в тот момент дома. Это было бы ужас, это было бы ужасно, и вполне возможно, какие-то соседи подали бы на нас в суд, потому что кто там будет разбираться, что кто виноват, там, управляющая компания или соседи, ага, значит, прорвало у них, значит, они виноваты, на них подадим в суд. Ну, вы понимаете, тоже их понять можно уже, извините, ремонт, это дело дорогое у всех соседей. Поэтому вот мы и сидим, ждем, да, потому что все это происходит... Мне так камера трясется. Потому что все это происходит очень-очень медленно, и вот пришел сантехник, сказал так и так, и он будет созваниваться с главным по подъезду, консультироваться с ним. Ну, в общем, это дело совершенно не быстрое, и все, что требуется от меня сейчас, это, да, сидеть возле трубы, не дышать на нее и контролировать, чтобы все было хорошо. Да, кстати, надо будет сохранить себе телефон аварийной службы на всякий случай. Ну, по крайней мере, я уже умею пользоваться совками и выгребать воду очень-очень быстро, не срывая спину и делать это правильно. Могу уже давать мастер-классы и обучать людей быстрой, грамотной уборки воды с пола. Самое главное – отключить розетки. Если у вас в розетках что-то есть, там они находятся достаточно близко к полу, вот у нас холодильник, сразу же все это дело отключить, чтобы у нас ничего не залилось. Вот, поэтому вот такая у меня история. Ну, вот отпуск, да, вот такой у меня, и я здесь живу, и здесь нужно находиться на настоящий момент. Поэтому я немножко так пропала. Я немножко, немножко выкладываю статьи в свой блог на Дзен. Ну, серьезно, ребята, просто даже времени в интернет нет зайти. Я постоянно здесь мыли, все что-то делаю, плюс все эти уборки и приборки. Вот, поэтому сегодня вот нашла время, чтобы рассказать вам о том, что у меня случилось. С собаками все в порядке. В момент аварии я заперла их в комнату. Я очень боялась, что там кипятком ошпарит. Ну, благо наша управляющая компания работает плохо. Спасибо ей за это, за то, что горячая вода в горячей трубе совершенно не горячая. Вообще еле теплая была. Конечно, банька банькой была. Мы изрядно пропотели. Потом так неприятно пахло. Влажно, вот это я царевшую штукатуркой. Ну, спасибо, что реально не кипяток. Спасибо за то, что вы так плохо работаете. В данном случае это сыграло нам на руку. Вывод, который я хочу вынести из этого видео. Если ваша управляющая компания страдает аналогичной безответственностью и пофигизмом к своим прямым профессиональным рабочим обязанностям, я вам хочу посоветовать никогда не вести себя мегавежливо, тактично, скромно и, в общем, так мимимично. Потому что вы таким образом своей проблеме не поможете, а проблему решать нужно вам. Потому что управляющая компания наплевает на их область деятельности, на их зону ответственности. Всем все равно, но при этом все все знают. И никому ничего по шапке не прилетит, потому что рыба гнется с головы. И, скорее всего, всей главной генеральной управляющей компании ему не очень интересуются проблемами экстремещей. Ну, бывает и такое. Имеет на это право, в конце концов. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как в ситуацию вмешался главный по дому и главный по подъезду. И они позвонили в управляющую компанию строгим голосом. Я не знаю, как они разговаривали, но на следующий день пришел вот сегодня сантехник. А то, что мы там пришли, вежливо поговорили и, ну, типа, поверили на слово, что они все сделают, это плохая тактика в общении с такими людьми. Еще такой интересный момент. Нам соседи сказали, что две недели тянуть они будут специально, чтобы потом выставить виноватыми вас. Они подождут, пока все там подсохнет, пока все следы преступления и протечки, аварии испарятся. И потом они могут обвинить вас. Но в данном случае это вряд ли у них получится, потому что прорвало горячую магистраль. Магистраль с горячей водой до вентилей. То есть, ну, тут как бы мы, знаете, я не знаю, каким образом надо извернуться, какое сальто сделать, чтобы обвинить нас. Просто невозможно. Все, друзья, вот я на этом завершу свой ролик. Пойду обратно к своей трубе на кухне. Может быть, буду писать вам еще какие-нибудь интересные статьи, но уже не о трубах и не о ЖКХ, чтобы быть более расслабляющее, приятное. В любом случае, буду держать вас в курсе, если вам интересно. Если у вас тоже были какие-то истории по теме взаимодействия с ЖКХ, ребят, напишите. Может быть, вам страшно повезло и все было классно. В общем, давайте поговорим на эту тему. Я желаю вам только ответственных сотрудников вашей жилищно-коммунальной компании. Желаю, чтобы вас ничего никогда нигде не прорывало. А если прорывало, то все выполняли свою работу быстро, в срок и качественно. Все, друзья, на этом завершаю свой ролик. Уже очень скоро увидимся в следующих видео. До встречи. Пока-пока.